Ну, у меня-то я человек верующий, поэтому для меня этот вопрос решенный и понятный, потому что всем нашим миром, нашими движениями на планете, и само движение планеты руководит Всевышний. Все давно прописано, и все будет так, как предначертано. Ни вправо, ни влево ухода не будет. Хотя есть определенные силы, которые пытаются повлиять на развитие цивилизации нашей, допустим, в сторону дальнейшего расслоения общества на очень богатых и на очень бедных, как бы расщепляя наше общество. Этот процесс идет, но он не получит поддержку Всевышнего, все равно, как бы все ни старались, определенные группы, всевозможные масонские группировки, которые бы хотели составить для себя сверхусловие и опустить вниз остальное население. Все равно так и получится. Очень яркий пример можно привести цивилизацию атлантов, которые тоже, кстати, в пору своего расцвета начали именно с того, что начали расщеплять свое общество на низшую и высшую касту, и в конечном счете их цивилизация просто прекратила существование. У нас путь тоже один. Наша цивилизация тоже прекратила существование, если этот процесс, вот это отрицательное расслоение, будет дальше продвигаться так же именно вот в отрицательную сторону. Тогда мы просто, вся наша цивилизация прикончит свое существование, и все, как говорится, мы уйдем в небытие, как все время шли другие цивилизации. К сожалению, люди, которые занимаются вот этим направлением, как бы ставят такую цель обособление от населения Земли, они все неверующие. Поэтому они думают, что действительно возможно. Если бы они были верующими, они понимали, что этот процесс невозможен. Это в любом случае привезет к гибели. Гибели и их тоже, потому что погибнет вообще вся цивилизация. Если бы они это понимали, но, кстати, они этого не понимают. К большой горечи и досаде большой.